Привет, друзья! Продолжаем разбирать, что нужно знать о пище, прежде чем детально вникать уже в процесс пищеварения внутри нашего организма. И сейчас я хотел бы поговорить о калорийности еды, о той самой, которую пишут везде на упаковках. Столько-то килокалорий, столько-то, столько-то. Когда я был маленьким, у моего дяди, в связи с его профессией и хобби, всегда под рукой был справочник по физике и технике, советский. Ну, знаете, такая книжка, там написано, сколько весит солнце, какая мощность у атомного ледокола Ленин и так далее. И там была таблица удельной теплоты сгорания пищевых продуктов. Может быть, кто-то не понимает, что такое удельная теплота сгорания. Это означает, сколько тепла выделит сгорающее вещество на единицу массы, то есть на килограмм. То есть, угля, если сгорит килограмм, сколько он даст тепла? Бензина, если килограмм сгорит, сколько он даст тепла? Наверное, эти цифры немного различаются, а может быть, много различаются. Нужно понимать. А тут таблица, где написано килограмм колбасы, килограмм батона, килограмм гречневой каши, килограмм молока. И я говорю, воу-воу, что это такое? Что это за килограммы сгорающей колбасы? Это зачем это такое? Кто это такое придумал? И мне дядя говорит, так это же и есть калорийность. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну это энергия, которую даст еда. Я говорю, а каким это? А при чем здесь сгорание? Я что-то никак не понял. Он говорит, ну еда в твоем организме что делает? Сгорает. Я говорю, как это сгорает? Ну что вообще за бред? И он говорит, ну смотри, ты же вот кислород вдыхаешь, и он тебе нужен там для всех процессов в организме. Я говорю, да. Он говорит, ну вот, еда, она тоже окисляется в процессе распада в организме, она окисляется. Я уже задумался, приумолк. Ну был начитанный, так-то понимал немножечко про химию, уже маленьким. Он говорит, окисляется, то есть соединяется с кислородом. Да? Я говорю, да. Он говорит, ну смотри, любое, что горит, там уголь, он соединяется с кислородом, это горение называется. но он окисляется, много тепла выделяется, это горение. Я такой, ну да. Он говорит, так вот, еда тоже когда окисляется, с кислородом соединяется, тоже выделяет тепло, получается как бы медленное горение, медленное горение еды. И я такой вообще просто сел на заднее место на свое и просто вот так за голову взялся, что-то я не понимаю. То мне говорят, что еда желудочным соком переваривается. Вот желудочный сок, соляная кислота, ее на еду напустили и соляная кислота ее переварила. И я думаю, блин, ну если еду кинуть в пробирку и добавить соляную кислоту, да, как я уже говорил, получатся хлористые соли там всякие и вода и углекислый газ. Ну вроде того, может там еще сложнее что-то от органики получится, но это не то, что организм усваивает, чем мы питаемся. То есть соляная кислота и что-то не то. Если же еда вся окисляется, происходит медленное сгорание, то мы за счет этого энергию получаем. Получается, ну как, если вся еда окисляется потом, то так, а желудочный сок тогда что делает? Хорошо, ладно, забудем про желудочный сок даже. Но если еда окисляется, то, понимаете, при химической реакции окисления тепло выделяется немедленно. А как же тогда накапливание энергии в организме? Получается, если хотя бы часть этой пищи откладывается, накапливается, чтобы потом сжечь, пока мы голодны, то уже получается еда, она не дает нам тепла вот непосредственно вот столько, сколько написано калорий. А если даже дает, ну там даже половина еды вот дает эти все калории, то оно же в момент окисления дает тепло. То есть моя это еда в желудке и в кишечнике, соединяясь с кислородом из крови, что ли она что, вот окисляется, да, но она тогда должна тепло прямо там давать, она должна нагреваться и излучать инфракрасным излучением тепло, из которого часть покинет мой организм, а часть нагреет вот сейчас мои мышечные ткани, кровь, да. Ну так-то логично, мы теплокровные, но сказать, что мы едой сиюминутно себя подогреваем, а как только еда закончилась, получается сами себя начинаем есть, собственные ткани, чтобы себя подогреть, и на этом тепле мы ходим, как в топку паровоза, подкинул угля, горит тепло, и паровоз от этого едет, ну старый, который еще на пару работал, да. То есть что это за примитивные такие представления о еде окисляется? То есть, смотрите, есть калорийность у еды, если хотя бы часть этой еды выходит потом, покидает организм, да, значит вот эта калорийность, она уже как бы, ну, окисляется не вся еда. Если хотя бы часть откладывается про запас, значит вот эта энергия, она не вся сразу еще освобождается. Там если, я не знаю, если часть, ну что там еще можно придумать? Ну, в общем, процесс он гораздо более сложный. А тут конкретно написано удельная теплота сгорания. Это справочник по физике и технике. Там приводятся точные данные. То есть, если там написано нарезной батон, там сносочка, какой нарезной батон? Вот по советскому ГОСТу, там по номенклатуре, вот был вот такой нарезной батон, у него четкий рецепт, четкая технология приготовления. Именно вот этот нарезной батон берется в каком-то своем правильном состоянии, при правильной температуре, при правильных условиях хранения в первые сутки, да, берется. И вот его 100 грамм четко, и там 10 раз подряд, там сжигается, берется усредненное значение, вот сколько там содержится. Вот. То есть, понимаете, получается, вам действительно на упаковке пишут, сколько энергии данный продукт выделит при сгорании. И вы опять можете все равно задать себе вопрос, так как же еда будет гореть? А вы попробуйте поджечь зажигалкой картофельные чипсы. Они прекрасно горят, еще и коптят, как резина. Очень таким, ну, нехорошо коптят, ну, смотря какие чипсы возьмете. Вот. То есть, оно сухое, да, в нем воды мало, вот в чипсах мало воды. Прекрасно горит органика. Точно так же, если взять любую вашу еду, килограмм еды или 100 грамм еды, выпарить всю воду, останется такой типа сухой брусок. Ну, там, прессованный, не прессованный, там, сухие остатки такие, совсем сухие. Вот их поджечь, они тоже будут гореть. В костер бросить, они сгорят, дадут тепло. А вот теперь посмотрите, ребят. Когда мы говорим про еду, ну, вот, допустим, шоколад. Что такое шоколад? Это мертвая еда, приготовленная из плодов какао, да, перетертых. Ну, там, ну, какая-то часть взята из этих плодов какао, да. Она растерта в порошок, прожарена. Масло там, я уж не знаю, выдавлено, не выдавлено, получено. Ну, там обычное какао-масло тоже присутствует. Ну, в общем, все это, как бы, это плод, который вырос на другом континенте, где вы никогда не были, и ваши предки там не были. В общем, в других климатических условиях, в абсолютно других реалиях. Его там очистили, какую-то середину там из него отшлифовали. Потом это все размололи, прожарили. Все это прошло кучу синтетических обработок, там, добавок и так далее. И получилась вот такая мертвая, абсолютно чужеродная вашему организму энергия, которая, понимаете, в этой субстанции, в шоколаде нет ничего, из чего ваш организм мог бы строить клетки. Там, я не знаю, в мозге там что-то делать, там. Ну, вот организм там, мышечные ткани там строить, я же говорю, костные ткани. Ничего этого нет в шоколаде. Точно так же гамбургер там, ну, за исключением там пары листиков зелени какой-то, которая туда добавлена, там в основном все такое содержится ужасное. Ну, можно там не обязательно гамбургер, но даже если мы возьмем там шоколад и мармелад, да? Как бы разное количество калорий, но и там, и там какая-то мертвая, чужеродная нашему организму еда, из которой выстроить биосистемы, вот эти наши, невозможно. То есть нам нужно огромное количество там витаминов, минералов, всяких там микроэлементов, вот всяких там гормонов, там еще чего-то, еще чего-то. Ну, там, я не знаю, все группы веществ вот эти химические, которые нужны. И вот мы берем, получается, шоколад, да, вот такую мертвую какую-то энергию и мармелад. Количество калорий разное, при сгорании оно даст разное тепло, да? Когда мы это помещаем в себя, то, получается, организму, ну, ткани он из этого построить не может, ни эпителиальные, ни мышечные там, никакие. А превращает это все, ну, вот сладость превращает в жир, да? Там, ну, кто не знает, там, инсулин, да, когда видит там лишнюю там глюкозу, он превращает это в гликоген, то есть жир. И все это откладывается у нас и в мышцах там, и на талии, ну, везде. Как бы живот там, бедра, везде это откладывается жиром. То есть сладость, совершенно верно, углеводы как бы откладываются жиром у вас. И в этом смысле, когда у нас есть чужеродная энергия организму, да, лишняя, которую некуда применить, она просто вот как топливо для чего-то, а ничего не выстроишь с помощью этого топлива. Оно откладывается жирами, и в этом смысле, как бы, ну, вроде важно, где калорий больше. То есть если вот здесь их 250, а вот здесь 500, то как бы вот это ты съешь, в два раза больше жира отложится, да? Если же мы берем еду как бы живую, да, и еду неживую, то получается, ну, давайте сравним хлеб и капусту. Я специально перед записью этого видео полез в таблицы калорийности и посмотрел. Значит, у капусты там около там от 25 до 30 килокалорий на 100 грамм, да, вот ее энергетическая ценность, 25-30, там 27 было значение. У хлеба 180-280, в зависимости, что за хлеб там, какой хлеб, сладкие булочки там и 330, бывает до 350 даже, вот, ну, там 280. Ну, скажем так, от 5 до там 15 раз разница по калорийности между 100 грамм капусты и 100 грамм хлеба. Ну, будем считать в 10 раз. То есть если взять хлеб, да, получается 100 грамм хлеба, это будет по калорийности как килограмм капусты. Как вы думаете, если вы скушаете 100 грамм хлеба, и если вы растянете на пару раз там или, ну, на несколько раз покушать килограмм капусты, на чем вы дольше протянете, от чего будет больше пользы вашему организму? Понимаете, в живых субстанциях, биосубстанциях, там есть соли природные в природных связках, которые уже адаптированы для принятия их биосистемами. Там есть сахара природные, да, всякие легкие углеводы другие, там, крахмалы там всякие, ну, я не знаю, я же говорю, категорий, ну, много разных химических категорий, которые тоже в биосвязках, они адаптированы для усваивания живыми системами. Там есть множество витаминов, ферментов там, да мало ли еще чего. Я же говорю, очень-очень-очень много всего в живой еде. И, ну, я не думаю, что вы всерьез верите, что гораздо проще съесть 100 грамм хлеба, как бы вместо килограмма капусты. То есть, вот если вам рекомендуют там капусты съедать сколько-то в месяц, да, вы вместо этого 200 грамм там или там 400 грамм хлеба съели, да, и все, заместили. То есть, эти калории, они не как... Вот, собственно, главная мысль видео. Вот эти калории, которые написаны на упаковке, они никак не отражают все то разнообразие эффектов, которое пища может оказать влияние на ваш организм. И, собственно, здесь хочу снова привести в пример спортсмена Алексея Воеводу, который говорит, что давным-давно уже, вот он живет по этой диете, он в понедельник вообще ничего не ест, пьет воду, а в остальные дни у него двухразовое питание. Он вместо завтрака тоже пьет воду, а на обед, ну и как бы ужин, он кушает только овощи и фрукты. Там салат, там овощи, фрукты. И в произвольном порядке пьет фруктовые и овощные соки. И только зимой, он говорит, он добавляет некоторое количество злаковых каш. Это он сам так рассказывает в разных видео многократно. Понимаете, человек весит 105 килограмм и тренируется, занимается просто дикими физическими нагрузками. То есть с точки зрения калорий, он почему-то, ну вот, он не получает столько калорий. То есть он должен похудеть и умереть. Многие пишут под его вот этими интервью комментарии, что он все врет. Он сидит на анаболиках, на стероидах гормональных. Все равно он врет. Но такие высказывания означают полное неумение разобраться в вопросе. То есть когда человек говорит, а он на самом деле на стероидах сидит. Любые стероиды, они всего лишь побуждают организм к наращиванию мышечных тканей. Там сжигатели жира побуждают сжигать жир, да? Там что-то побуждает наращивать мышечную ткань. Но если не из чего ее наращивать? Ну не из чего. Ну получается человек, что? Ну уважаемый, честный человек, он скрывается от журналистов огромными дозами. И даже когда едет на Олимпиаду и там неделями живет там где-то, да? Он получается лошадиными дозами употребляет мясо, но это очень тщательно скрывает и ужжет в глаза всем по телевидению. Ну я не верю в это. Даже непорядочный человек, я считаю, не смог бы так скрываться. А в порядочность Алексея Воеводы я верю. Так вот, получается с точки зрения вот этих калорий, он вообще не может жить и так функционировать, да? Тем не менее, функционирует. Тоже хочется привести пример про перелетных птиц. Вот как раз совсем недавно я результаты научных исследований смотрел. Там говорится, взят был конкретный маршрут миграции птиц там откуда-то, куда-то, через какое-то море или там через, ну вряд ли через океан, там я точно не помню. Конкретный маршрут был взят. И говорилось, что птицы взлетают и летят 100 часов без передышки. Пролетают 2000 километров и за это время делают 6 миллионов взмахов крыльями. Без приземления, без еды, без ничего. С точки зрения калорий, вот если вот так мерят, что сколько ты калорий вот именно там съел, чего-то жирненького, да? Вот столько ты можешь произвести там работы, да? С этой точки зрения у них всего организма не хватило бы, чтобы это сделать. Они должны были на полпути остаться скелетами высохшими, умереть и упасть просто в океан куда-то или в море. То есть, ну нет у них в теле энергии, чтобы это сделать. Тем не менее, это происходит. И это подводит нас к очень интересным таким вопросам изучения мира, Вселенной. Но я немножко еще затрону это в следующих видео. Я вам половинку дам, а половинку не расскажу. Вот. Но часть расскажу все-таки. Не спешите там вопросы задавать в комментариях. Расскажу. Вот. Когда же вас интересует реальный какой-то эффект от тех калорий, которые написаны на упаковке, вас только должно интересовать. Но вот если эта еда, ну совсем такая мертвая, ненатуральная, я же говорю, если это там какой-то, ну сто раз пережаренный, там вареный, пережаренный, перемолотый полуфабрикат какой-то, там мясо какое-то, какая-то котлета из сто раз переработанных продуктов, еще обжаренная там, а вы ее должны еще разогреть, и там написано калорийность, то вы это можете сравнить с шоколадом и с мармеладом и как бы выяснить, где, ну в каком случае, то есть эту еду или эту еду вы будете есть, в каком из случаев больше вредного всякого жира отложится у вас на заднице и на талии. Вот так в этом, ну в этом аспекте. Если же вы сравниваете капусту и хлеб, то это оказывает совершенно принципиально разное воздействие на ваш организм, и вот эта вот калорийность, она вообще ни черта не значит. Поэтому можете просто забить и изучать именно, как влияет с биохимической точки зрения разная пища на ваш организм, к каким результатам это приводит, какие возможности это открывает или блокирует для вашего организма. А вот эта цифра калорий, это полная чушь. Вам могут прописать низкокалорийную диету, и вы, ну кто-то будет пищевой желатин употреблять, да, а кто-то на такое же количество калорий будет употреблять шпината, зеленого шпината, базилика, там щавля, допустим. И тот, кто употребляет желатин, скоро умрет, да, если ему ограничить его ничего больше не может. А тот, кто шпинат, будет цвести и пахнуть. Одинаковое количество калорий. Поэтому забудьте, плюньте, выбросьте и не читайте. Калории это чушь. С вами был Торвальд. Пока.